Этот конфликт выходит за рамки Украины и касается выживания России как нации. Российский народ в корне сплочен вокруг правительства Владимира Путина, вовсе не потому, что все они поддерживают его. Это не обязательно так, но они любят Россию, борются за нее, а Путин прямо сейчас является их лидером. У него беспрецедентный уровень поддержки этого конфликта 85 с лишним процентов. И эти атаки беспилотных летательных аппаратов ни к чему хорошему не приведут. Это люди, которые только что отпраздновали День Победы 9 мая, в день, когда 27 миллионов их бабушек и дедушек смотрят на них сверху вниз. Это то, во что они твердо верят. Это вовсе не российская пропаганда. Это по-настоящему реально. Это находит отклик в моей душе. Эти люди понимают, откуда они пришли. Они понимают, кто призывает их к ответу, и это их родственники. И они не собираются позволять паре беспилотных летательных аппаратов, выпущенных Украиной, изменить свое мнение. Российский народ в корне солидарен в поддержке этого конфликта. Российская экономика сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Вау! Я просто повторю это еще раз. Это означает, что она стала сильнее, чем была до введения санкций. А почему бы и нет? Потому что они коренным образом отделили себя от Запада. Запад был тем якорем, который тянул российскую экономику вниз, стимулируя приток капитала за пределы России и препятствуя инвестициям в Россию. Так что, по сути дела, эта страна, обладающая огромным количеством минеральных ресурсов и богатств, теряла свои богатства в пользу Запада. Здесь есть две вещи. Во-первых, за пределами Соединенных Штатов и Европы существует большой мир. Он называется Китай, Индия, Пакистан, Иран и все остальные страны. И все они сегодня ведут бизнес в России. Китайцы добиваются там больших успехов. Они инвестируют миллиарды долларов. Но что еще более важно с точки зрения России, все эти деньги, которые бежали из страны во время санкций, сейчас находятся в России и реинвестируются в нее. Я встречался с градостроителями, которые сказали, что мы не знаем, на что потратить все эти деньги. И вот в чем заключается ирония судьбы. Русские действительно шутят по этому поводу. Спасибо тебе, Джо Байден. И они действительно говорят это всерьез. Спасибо тебе. Благодаря тебе у нас есть все это. Они объясняют тебе, каким образом. Ты знаешь, как Байден обвиняет Путина. Это путинский налог. Путин — это ТО. Путин — это ТО. Русские говорят «спасибо, Джо», потому что они знают, что благодаря такой политике их экономика сейчас сильнее, чем когда-либо.